Продолжение следует... 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 Можно ли сказать, что фразу «не воспомину более» в том тексте, который мы с вами рассматриваем, и в книге Иеремии, 31 главе, следует понимать одинаково? Продолжение следует... Кто не возненавидит отца, своего и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, тот не может быть моим учеником, говорит Иисус. А с другой стороны, он говорит, почитая отца и мать. Как же это понимать, спросите вы? А понимать это следует как противопоставление. Традиционно, на Среднем Востоке тех времен, подобные мысли доносили с помощью гипербол, то есть при увеличении, а не при уменьшении. Вот почему так важно понимать идиумы. Не помню, рассказывал я вам это уже или нет. Скажите, среди присутствующих есть те, для которых английский язык неродной. Особую сложность для таких людей представляет понимание идиумов, современных, общеупотребительных, устойчивых выражений. Так вот, однажды мне довелось завтракать с одним приятелем-африканцем. Тогда мы ели яблоки и кукурузные хлопья. Когда я уже съел половину своего яблока, а мой приятель только собирался откусить свое, он спросил, «Как яблоки?» И я ответил, «Не дурно, ничего». Попробуйте воспринять эту фразу буквально. Получается, что, конечно, плохое, но не совсем отвратительное. Услышав это, он бросил свое яблоко на пол. Я совершенно опешил и пребывал в таком состоянии, пока мы, наконец, все не выяснили и не поняли, что все дело в языке. И это, конечно, всего лишь предположение. Жаль, что у меня не хватает ни времени, ни достаточных знаний, чтобы до конца в данном вопросе разобраться. Но, пожалуй, в этом что-то есть. Думаю, библейские фразы «и вспомнил Бог» или «и раскаялся Бог» иногда могут вполне носить идиоматический характер и обозначать изменение курса, насколько это понятно нам. Возможно, попытки понять идиомы буквально и приводят нас к разного рода заблуждениям. А там еще один вопрос. Представляется, что в Новом Завете, который является Царским Заветом, скажите, есть ли в этом Завете внутренние взаимоотношения? Мы знаем, что в Новом Завете, в частности, в Евангелиях, Иисус говорит о новой заповеди. Да, отличное наблюдение. В Иоанна 13 Иисус говорит «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Это, несомненно, следует принять во внимание. Отдельной темой в программе нашего курса будет обсуждение вопроса, что значит жить богоугодно, который выведет нас в область христианской этики. Поэтому позвольте предположить, что эта новая заповедь в Иоанна 13 дана не миру в целом, а ученикам, присутствующим в горнице. Я не считаю, что новая заповедь представляет собой условия для отношений. Это скорее описание христианского общения, каким его должен видеть мир. Следовательно, важно различать, когда соблюдение заповеди является необходимым условием для установления отношений, а когда – проявлением уже существующих отношений, возникших по Божьей благодати, а не по букве закона. Если перечитать аргументацию Павла в «Галатам и Римлянам», то становится совершенно очевидно, что никакими собственными усилиями отношения с Богом мы установить не можем. В этом, собственно, вся суть Евангелия. Однако и теперь, обращаясь к богословию Павла, когда мы находимся не в Адаме, а во Христе, и здесь снова актуализируется понятие «место», понятие «завета Господнего» не исчезает. В 1 Коринфянам 7 апостол Павел говорит, что все в соблюдении заповедей Божиих, но уже в новом контексте, не в качестве условия для возникновения отношений, а в качестве проявления того, что значит быть во Христе. Но подробнее об этом, когда мы перейдем непосредственно к данной теме. Сюзеренское соглашение предполагало соблюдение условий. Если они нарушались, требовало ли это от Бога восстановление соглашения? Итак, Богу потребуется снова установить отношения. Однако их поддержание предусматривает соблюдение условий. Однако что же следовало поддерживать? И это хороший и важный вопрос. А поддерживать следовало взаимосвязь с Богом и землей. И здесь важно не допустить ошибки распределения. Обетование всему народу, Исход 19, всему царскому роду, всему царственному священству. Не стоит индивидуализировать, как будто каждый отдельный израильтянин участвует в этом Сюзеренском соглашении. Данный договор был заключен с народом. Однако более подробно мы поговорим об этом в рамках темы «Богоугодная жизнь». Вот почему возможно такое, что когда весь народ изгоняется из земли за непокорность, остается верный остаток, который принадлежит Богу. Но это уже, разумеется, отдельный вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok